привет друзья привет но видите у меня это жених там уже называется у меня теперь жених чудесник чудесник потому что он то ли факир то ли фокуса показывает девушки обычно боятся за таких женихов замуж выходить потому что непонятно кое чудо чудо он там потом завершил я шучу вы знаете юморист вы знаете мне очень интересен вопрос почему-то некоторые люди задавались таким вопросом у меня там когда я проводил вебинар если человек произошел этот обезьян и у них никак голове не складывается почему например сегодня из обезьян люди не происходит но боже мой ну конечно потому что из обезьян и человек произошел течение миллионов миллионов лет а сегодня те которые обезьяны это другой вид совершенно им нужно миллион и миллионы лет понимаете в чем дело то просто дело в том что сегодня когда по религии считается что адам появился от него значит вся жизнь человеческая произошла в отличие от животных но уже тоже не просто так с неба упал но не фактически какой-то там волшебной палочкой взмахнул не было дома адам появился и пошел ветрос человеческий нет конечно уже откуда-то появился по законам природы появился законы природы так устроены но что вот эти законы природы это это же такое но в религиозном языке называется воле не боже а по науке называется законы природы что такое валение боже это неодолимость непреклонность этим законам природы мы все так сказать подвержены это не просто какой-то суд который может там из низких людей собраться и по своему усмотрению решать вопросы нет законы природы незыблемы это определенные константы ну вот например смотрите еще что интересно вот например мы же мало читаем ну например когда школе учился нам же там толстого читать и так далее но так насильно на заставляли читать но это в любой школе пока ты маленький пытается больше тебе знаний напихать хороших а ты пока сам чем-то не заинтересуешься я вообще происходит самообразование ты начинаешь впитывать как губка то что тебе интересно то что не интересно не читаешь я толстого не читал школе и маркса не читал а к самар совсем о другом писал вот вы удивитесь вот у меня были в гостях проезжала там народная актриса артистка на в италии значит преподает курсы ведет для студентов которые хотят быть артистами вот она привозила профессора профессор значит на кафедре марксизма ленинизма попадала и вот когда она почувствовала вот это состояние она сделала ключевой стресс тест вышла на состояние в этом состоянии сделать так хорошо это у меня где-то там есть видеозапись в ю тубе посмотреть и в этом состоянии она вдруг мне потом сказала вы знаете марс как раз об этом говорил о чем же я спросил о том чтобы человек займел себе личное время ну да естественно вся революция в жизни происходили почему потому что чтобы человек освободить сначала от подневольного тяжелого труда потом еще от какого-то труда еще еще вы наконец он имел свое свое время личное чтобы мог подумать о чем-то вот она это поняла сама по марсе и мне сказала где-то это очень интересно вообще мы также тоже вот кто-то мне на ю тубе пишет разные вещи а вы просто почитайте если вы хотите решить какой-то сложный вопрос вот детям хотите помочь вы такой добрый вот вы начали детям помогать сиротам помогать и родителям их у которых детей забрали опеку произвол опеки вот если бы они почитали там допустим от в матвеева то матвея то из библии то и там все ответы на эти вопросы ну конечно 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 не только же я об этом думаю не только вы об этом думаете мы все об этом думаем любой нормальный человек думать что такое добро и древо познания добра и зла знаете что так ладно скажу мое мнение мое мнение можете не соглашаться это ваше личное дело моё мнение такое шаги тоже такая метафора если бы она бы не вкусил древо познания добра и зла и древо познания ключевой момент если бы он не вкусил плод с древа познания добра и зла он бы не узнал что он стоит он бы не узнал что такое хорошо и что такое плохо ну да была такая вот ситуация еще когда его его значит соблазнял ну как это искушала чтобы он вкусил этот вот змей и потом говорит ну до этого вкусе плод вкусе она ведь нельзя я вам сказала нельзя почему нельзя он не велел змеи скушает дальше а знаешь почему не велел она ведь а почему говорит змей потому что станете как он вот она в чем дело так я же это читаю совсем по-другому я читаю так как там написано и зависимо от того что к на каком уровне развития человек находится в зависимости от того какие клише у него в голове какие штампы и стереотипы он так и читает он так и читает я например читаю что когда змей сказал останете как он он имел ввиду да именно это что если ты освободишься откроешь глаза но труден путь мухах будешь рожать детей своих потя лица трудиться как написано то мухах но труден путь но это выбор который стоит каждую секунду перед каждым человеком каждое мгновение какой путь выбирать открыть глаза и по трудному пути подниматься сквозь ссадины и ушибы методом проб и ошибок сквозь страдания слезы скрежет жубу зубовные так далее но это же все там читается надо просто понимать читать правильно они под шаблонами стереотипами как и иногда нам навязывают фарисейское чтение такое на самом деле человек может быть либо исполнителем либо творцом будете какого а он кто а он кто творец создать ну вот откроешь глаза и будешь создателем снимешь страх снимешь блоки сознания снимешь стереотипы перестанешь постоянно ввести за авторитетами вы знаете как обучал очень хорошо от шулер в школе изобретателей своих учеников и вообще я обучаю сейчас изобретатели того что надо освободиться штампов а страхов а стереотипов надо освободиться от авторитетов то есть вы привыкли к тому что это быть не может но в каком-то учебнике да вот забудьте про это выходите на состояние свободного сознания я так обучаю своих и поэтому ученики первые ученики альшулера калошин там идут другие они у меня тоже проходили они когда делали ключевой стресс-тест когда делали разгрузку выходили с помощью ключевых приемов на состояние внутренней свободы они потом мне говорят слушай а нам альшулер это теоретически рассказывала после этих приемов его практически понимаешь что это такое это трудно объяснить точно так же объяснить трудно было что такое антропософия антропософия кажется короче как-то там уточните википедии раньше оказывается раньше оказывается очень этим увлекались и волошин этим этим поэты все этим чехов михаил чехов ну короче все этим занимались значит это и режиссер и режиссер и большие этим занимаюсь антропософия ну по-моему так ну вы поправьте меня если ошибку не цепляетесь словами по смыслу посмотрите вот такая что они этим занимались потому что они пытались от материального перейти к духовному и потом к астральному да это мне так объяснили сегодня к астральному я спрошу а что значит астральное но это к тому что отчего все созидается так я говорю так это же законы природы законы природы а в религиозном языке это моление больше боления воля воля позже непреклонная как и закон природы непреклонен ты не можешь его пойти ну вот такая штука интересная да таким образом мы начали откуда произошел человек видите как я вас так и туда так мягко-мягко с юмором конечно произошел от обезьяны но не с неба же он свалился но почему некоторые люди не понимают это просто по одной причине они не знают законы перехода количество в качестве в процессе развития мозги тоже этот закон работает это диалектика это об этом хорошо писал деньги и об этом хорошо писал сподвижных марса кто это у нас энгельс о том что переход к количеств качества ну это вот например на примере какой-то химической реакции легко понять вот вы смешиваете смешивайте какие-то вещества да но они одного цвета потом каплю еще для того же вещества добавил этого же самого на раз и вся бурый цвет окрасилась переход к листу в качестве так вот здесь тоже происходит мозги тот и был обезьяна был обезьяна был обезьяна потом новый уровень появляется организации психических физиологических процессов гармония согласование ранее несогласованных систем потом другой уровень по а на каком-то определенном уровне количество переходит качество в том раз и появилось сознание у человека сознание вот этот переход количества в качество надо понимать это очень важный момент этот переход потому что очень многие которые занимаются философии еще чем-то они не всегда это понимают что это количество переход в качество то же самое как у нас вот мы делаем разгрузку например чисто механически болтаешься туда-сюда шалтай болтай вы знаете принцип делай как тебе проще думая чем думается что о чем переживаешь и ты делаешь шалтай болтай делаешь именно по ходу зеленой зоны то есть ты подбираешь те самые простые ритмы и самые простые движения у тебя наступает момент перехода в автоматизм переход количества в качество а это еще называется в других методиках там обычно квантовый переход да 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 это переход количества в качество и ты вот делаешь делаешь минуту две три ничего у тебя не меняется ты переживаешь даже может слезы текут а потом какой-то момент 1 кольце пришло в качестве то есть так то же самое когда ты пьешь на ты выпил рюмку в этом рюмку в этом рюмку вроде ничего не меняется а потом еще одна выпил и уже встать не можешь количеством качестве я почему такие примеры привожу чтобы все понятно было и вот при разгрузке когда вы делаете разгрузку вдруг какой-то момент появляется появляется такое освобождение так легко и все пофигу и у меня одна женщина не с помощью механических повторяемых движений а с помощью видео рефлекторных ключевых движений вот она делала в болгарии до болгария когда был она так вытянула руки она представила как я ее учил что руки расходятся руки пошли тело начало покачиваться а у него так не путем повторения механических упражнений какого механической разгрузки ну как и в ритм бега вошел в ритм бега это в какой-то момент то же самое происходит а именно через это и диаматурный то но включились этот ход и этот ход и она вышла туда но самое главное что там произошло она вдруг испытала состояние внутренней свободы легкости и она за такое состояние необыкновенное я потом рассказывать я говорит вообще по своей натуре такая вредная пока говорит кому-то шпильку не вставлю не успокоюсь а тут вдруг такое состояние говорит хочется любить вселенную хочется всех вас обнять так вот это же состояние это состояние любви это состояние творчество это состояние сопереживания на готе хочу всех вас обнять как это часто бывает на разных курсах если был до этого какой-то сильный стресс человек вышел на это состояние или путем разгрузки тупого повторения механического движения или путем идеи рефлекторных это два входа выбирайте которого подходит выходит и там открывается вот это состояние но не открылось это состояние потому что у него до этого был сильный стресс сильный стресс и вот этот переход на таком контрасте сразу включился эндорфин андреналин тут же уменьшился в крови кислород сразу стал поступать в клеточки мозга внутренние аптеки включились и она ведь хочется обнять член так вот это состояние хочется обнять вселенную хочется любить созидать сопереживать сотрудничать вот это состояние вдохновения вот это и есть астральное состояние вот по это антропософии я же говорю простым языком и когда я вам говорю допустим там у меня кто-то слушал а что такое кабала кабала я говорю вот это вот разными путями люди выполняют там 100 ступеней и тысячи ступеней приходит к этому состоянию количество переходит качество это не сразу ты не увидишь это количественно качественные переходы как это можно понять это только достигнув этого ты понимаешь но там есть сквозной путь прямой вот это сквозной путь никто не видит не читает не понимает я вам объясняю просто просто если вы вспомните вот это состояние любви сотрудничество сопереживания чувство бесценности любви живого вот это состояние в общечеловеческих качеств это высшие человеческие вечные ценности вот это достижение у нас делается в школе я человек больше ухова футуру с помощью простейших ключевых приемов ну потому что я психофизиолог я же шел туда оттуда вот с этой стороны и поэтому нашел да там надо идти долго долго да там надо читать много книг а каждый из вас это испытывал тысячу раз жизни когда вы стихи писали когда вы выпили немножко водки у вас было состояние когда вам петь хочется но там вы с водкой это сделали а здесь без водки вот же в чем разница а здесь вы делаете по своей природе вот чем разница и некоторые люди не понимают а почему он сделал ключевой стресс-тест и вышел на это состояние когда у него прямо энергии он творить хочет а я горит выхожу в это состояние мне спать хочется а потому что не выспавшись а ты поспи несколько дней потом сделай это и у тебя будет такое же состояние или если у тебя сильный быстрее а у меня нету стрессов а как мне это состояние получить так отожми здесь это раз от пола создай себе напряжение а потом сделай вот это и вот на этом контрасте у тебя сразу взрыв эндорфинов о господи давайте друзья до встречи я вам расскажу человек произошел от обезьяны откуда же он еще мог произойти ну допустим кто-то верит то что господь его создал ну да почему он не мог его через обезьяну создать мог конечно господь же все может до слышать и друзья самый главный здравый смысл самый главный здравый смысл и узнать закон переход корреста в качестве и знать что в состоянии саморегуляции ресурсное состояние когда вы включается резервы можно уходить двумя путями либо путем повторяемого действия механического тупого как во время легкого бега вы входите а если вы не можете войти в легкий бег и дыхание затрудняется затрудняется и уже из последних сил до финишной ленты и у вас такое дикое напряжение в этот момент вы собираете волю в кулак и вот в этот момент добегаете а потом говорить у меня открылась второе дыхание так вот и кача два входа либо вы путем повторяемого действия либо когда вы делаете виде рефлекторные приемы а там вам приходится сосредоточиться как и в тот момент когда у вас нет вхождения в ритм да вы напрягаетесь чтобы представить что руки пошли это то же самое и вас открывается второе дыхание то же самое механизм его маска я каждый раз одно и то же про метод ключ ну разные его грани чтобы достучаться до каждого за каждую душу беспокоюсь да друзья а кто-то мне написал вы действительно думаете что человек произошел от обезьяны как же вам не стыдно но я же для меня бог не надо а и вокруг и внутри нас до встречи до связи